Дорогие зрители, сегодня мы в Бодруме, в Гюмбете, в отеле Кая Палаццо. Территория отеля ярусная, отель очень красивый. Мы на пляже отеля Кая Палаццо Бодрум. Пойдем смотреть, что тут с пляжем, что тут с дном. В принципе, пляж-песорчик. Зоофор Туар и Галечки немножко. Дальше начинаются крупные камни, где темные таблины. Из небольших недостатков, от основного ресторана, дорога идет в горочку. Она, конечно, с приятными видами, но в целом идет под достаточно большим уклоном. Для тех, кто любит ходить пешком, это в удовольствие, ну в горку. Либо всегда есть сервис баги, которым вы можете воспользоваться. Машинки за вами приедут. На крыше Кая Палаццо есть еще такой релакс-бар. Где хорошо просматривается вся бухта Гимбет. Соседние отели. Очень красивый вид на город. И пока вы смотрите видео, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться на наш канал. Нам это очень важно. А также пишите, как вам отель. Может быть, вы в нем уже отдыхали. Смотрим стандартный номер. В отеле Кая Палаццо. Водрум. Это стандартный санузин. Душевая кабина. Туалет. И окно. В основной комнате может быть либо кровать Твин, либо Кинг. Здесь же у нас тип мини-барчика. Кофе-машина. Большой телевизор. И вот такая еще небольшая гостиная зона. Всем гостям по заезду всегда ставят комплименты в виде фруктов и немного сладостей. Номера у нас, судя по всему, коннектятся. И нужно обязательно обратить внимание на вид из номера. Потому что есть номера севью, а есть ленд-вью. Соответственно, ленд это любой другой вид, как ни на море. В данном случае у нас как раз ленд-вью. Вид на внутренний бассейн. Почему-то этого не видно на фото и описание туроператоров. Но здесь есть вот такой вот внутренний бассейн. И, соответственно, часть номеров, которые ленд-вью, обратите внимание, будут выходить именно на этот бассейн. С третьего, со второго, с первого этажа. Бассейн закрытенький. Здесь очень мало попадает солнца. Естественно, неподогреваемый. И идем смотреть еще один бассейн. Он здесь же прям рядышком. Этот бассейн немножко поменьше. Но он полностью под открытым небом, под солнцем. Соответственно, лучше прогревается. Здесь такие вот мягкие, приятные лежаки. Их немного. Достаточно приятный вид. Еще раз обращаю внимание на типы номеров в отеле Кая Палаццо. А здесь есть внутренний вот такой закрытый бассейн. И первые этажи – это Superior Swim Up. Как мы видим, два метра, и вы оказываетесь в одном общем бассейне. Второй и третий этаж – это базовая категория номера Land View. Superior Land View. Они выходят непосредственно сразу же на бассейн. Недостаток. Это достаточно замкнутое в кольцо помещение, закрытое. И здесь слышно все очень-очень-очень. Поэтому Land View – только вот эти номера. В другую сторону Land View не выходит. А Sea View выходит как раз на ту сторону, в сторону моря. То есть желательно брать не ниже, чем Superior, в Sea View в этом отеле. Если вы не хотите, чтобы были какие-то неудобства. Немножко территории отеля. Это основной ресторан, где проходит завтрак, обед, ужин. И вот с таким прекрасным видом он проходит. Смотрим завтрак в отеле Кая Палаццо Бодром. Светская линия не прям огромная, но она достаточно хорошая. Здесь тосты, блинчики, бочки. Горячая зона. Яйца, омлет, овощи тушеные. Еще овощи, колбаски, сыр халуми, блинчики, панкейки, пышки. Здесь у нас турецкие сладости, барек турецкий. Выпечка. Красанчики. Еще выпечка. Здесь два вида супов. Извиняюсь, что не супы, это у нас каша. Здесь овсяная каша. И один суп из чечевицы. Еще одна основная зона. Здесь у нас находятся мюсли. И к ним различные добавки. На завтрак, обед и ужин. Стойка с фруктами. Сейчас у нас сезон клубники. Очень вкусная клубника. Здесь у нас различные варенья, масло, джемы. Стойка с закусками. Поделочки во всех видах. И огурки. Еще оливки. Салатная стойка. Любая зелень. Помидоры, огурчики. И к ним маслечка. Разума нарезки. Есть у нас как местная колбаса, так и разные мясные нарезки. Пострами. Рыбка в двух видах. И еще стойка с сырами. Сыр с плесенью у нас есть в том числе. Завтрак проходит в достаточно приятной атмосфере. Все красиво оформлено. Есть внутренняя часть. Для тех, кто хочет потеплее. А есть зона снаружи, где можно посидеть в открытом месте. Наблюдать. Мы пришли на ужин в ресторан Кая Палаццо. Она входит и встречает шоколадный фондан. С фруктиками. Сегодня у нас японская кухня. Приготовлены роллы. Здесь, как всегда, стандартная стойка с овощами. Вечером у нас есть десертики. Очень-очень вкусные. Две стоечки. Выбор небольшой, но все десерты вкусные. Так же, как всегда, стойка с фруктами. Здесь у нас разные закусочки. В том числе, это очень красная рыбка. Идем в горячие стойки. Здесь два вида супов. Сегодня борщ. Вероятно, специально для заезда турагентов. И какой-то крем-суп еще. Здесь у нас пицца пиде. Здесь у нас чья-то нога. Но очень вкусная. Явно. Тоже горячие закуски овощей. Рыбка со шпинатом. Здесь у нас равиоли. Картошка фри. Гуляш. Овощи. Ягненок. Курица. Все выглядит прям отлично. Есть еще отдельная тоже стоечка. Что-то типа индийской еды. И рис с добавками можно тоже взять.